скажите мне пожалуйста картинка и звук хорошие хорошие но буду считать что хорошие потому что все хорошо все спасибо большое еще раз всем добрый вечер как всегда у нас 30 минут для того чтобы сохранилась запись эфира и я сначала расскажу отвечу на один вопрос сегодня мы такой сделаем вариант что я очень быстро расскажу а потом буду отвечать на ваши вопросы в эфире хорошо если часто снится что в доме вода но вот девушка не написала в какой именно там комнате и что значит вода поэтому я расскажу по немножко обо всем то есть этот символ разных аспектах будем считать что эта символика воды в доме сразу скажу что это будет касаться только дома где человек живет то есть мы не берем другие какие-то здания потому что очень много нюансов вот если тот дом где вы живете вы видите во сне что вода есть во первое на что во на что надо обращать внимание может быть три аспекта символы символа воды это чистая вода это мутная вода это грязная вода и во снах всегда это знание оно очень четкое человек понимает это была мутная вода или это была грязная вода вот это знание но всегда очень хорошо воспринимается но естественно если вода чистая это само собой она может быть там какого-то цвета это тоже дополнительный аспект символа но чистая вода есть чистая вода и так если вода чистая это значит что состояние человека вот которому снится сон да и ситуацию в которую он попадет оно хорошее нормальное стабильное и очень часто это указывает на здоровье понятно что абсолютно людей здоровых не бывает но все-таки это значит что человек в норме в норме то есть вот сильных каких-то отклонений нет что означает мутная вода мутная вода вот есть такое выражение мутить воду да это смута некая это когда есть какое-то беспокойство есть какие-то сомнения вот мутная вода она отличается от символа грязной воды потому что грязная вода всегда указывает все-таки на болезни в большинстве снов вот все что разбирали грязная вода она так или иначе указывает на болезни корень которых это психосоматика то есть когда человек очень долгое время долгий период был в каком-то негативном состоянии когда он долго там переживал была депрессия какая-то либо какая-то ситуация затянулась он постоянно был в каком-то стрессе и вот такое состояние но приводит к тому что человек заболевает поэтому три состояния воды которые ну вот в данном случае они важны для понимания ситуации это чистая вода это мутная вода это грязная вода дальше на что надо обращать внимание в таких снах где эта вода была потому что точно так же как и в жизни есть места в которых ей место ну например это раковина на кухне это умывальник в ванной это уборная да это душ это ванная там вода может быть она может быть в разных сосудах она может быть в разных емкостях и это будет уместно это допустим кастрюли это может быть ваза это может быть бидончики всякие то есть чашки да стаканы ей там место вот это считается пределом нормы и есть места в которых ей не место поэтому при рассмотрении таких снов надо обращать внимание ей там место или не место вот дальше разбираемся где именно в какой комнате в каком помещении дома вода была я не буду говорить ну допустим когда она снится в каких-то уместных случаях да это обычно позитивные символы но вот эта категория снов как вот она написала не часто снится что вода в доме они обычно касаются тех снов которые носят негативный характер то есть это вода которая приснилась ну допустим на кухне из крана вот она там должна быть в жизни да это место но в таких снах она обычно либо очень сильно сильно напор и ничего невозможно с этим сделать либо не могут кран перекрыт либо раковина переливаются и тоже ничего не могут сделать что это означает почему я сразу сказала что надо смотреть место ей там или не место потому что такие ситуации они чем характеризуются допустим кухня это все что касается быта семьи это все что касается однозначно всех в семье так или иначе прямо или косвенно это коснется всех семье допустим спальня она касается мамы папы да детская только детей ванная там вообще душ это вообще свой аспект символов это касается либо интимных отношений либо здоровья я тоже отдельно про это расскажу если допустим вода вот в кухне кран и невозможно его закрыть что это может означать это может означать что расходы денежные да они вышли как-то из под контроля допустим если кран сломался это может быть синхронизированной ситуации в жизни когда дома что-то как говорят полетела да и выходит семья за рамки бюджета потому что не рассчитывали что это нужно будет либо чинить либо нужно будет покупать что-то новое то есть это те расходы которые естественны поэтому вода из кран ей там место вот третий или четвертый раз это рассказываю но из-за того что кран сломался вот как это часто снится во снах да то есть то же самое что-то незапланированное произошло то расходы увеличились вот вот так может быть показано это в сновидении ситуация потом если мы возьмем допустим если вода на полу маль минимизированный вариант лужа вот девушка одна в комментариях написала что напишите что если снится лужа но она не написала там несколько тоже аспектов у этого символа так как она подробно не написала то ее попросила почитать в сонике магикума ну вот в данном случае объясняю лужа есть такое выражение сесть в то есть это какая-то неловкая ситуация очень часто она связана с тем что человеку становится стыдно и вот когда снится что лужа это либо препятствие либо такая ситуация когда будет стыдно или неловко так вот когда снится вода на полу в доме то есть лужа она может быть большая может быть маленькая это смысл в чем что будет некое препятствие в чем-то и там уже надо смотреть в каком помещении в какой комнате была эта лужа это вода на полу да то есть относительно чего будут препятствия у этой семьи потому что все что на территории дома квартиры это все так или иначе касается семей но надо смотреть детское детей спальня родителей до кухня это касается всех так или иначе потому что на кухне все собираются чаще всего это какие-то бытовые вопросы но они затрагивают всех но и кухня это конечно конечно такое пространство где встречаются все члены семьи то есть это могут быть и отношения в семье это всегда очень личное что то потому что ну если вот допустим принято в зале до гостей встречать ну или в гостиной то это уже будет касаться более ситуации которая может быть связана с другими людьми но кухня это личное пространство семьи это все что внутри семьи и вот все что на ней происходит это так или иначе но касается всех в семье надо уже потом смотреть какие там были персонажи когда появляются какие-то лишние люди на кухне это значит точно так же я уже тоже рассказывала кто-то вторгается в семью либо допустим свои советы дает но со стороны человек как вы сами понимаете что вода она не должна быть ни на стене ни на потолке то есть это что-то что вышло из под контроля из под вашего из под контроля вообще в семье там кто кто за что отвечает смотря и и настолько уже ситуация усугубилась что она просто угрожает либо финансовой безопасности либо может даже там жизни здоровью смотря тоже какие комнаты снились чаще всего вот наверное 90 95 процентов всех таких сновидений указывает на то что вышла ситуация финансовая из под контроля это никогда ноль финансов в семье это когда очень большой минус это когда влазят в кредиты это когда берут долги не могут их отдать это когда не контролируют вот эти свои финансовые потоки и они я еще расскажу настолько выходит из под контроля что это становится просто уже опасно небезопасно поэтому такие сны надо всегда обращать внимание они они снятся уже в тот момент когда это просто критическая какая-то черта когда надо остановиться и надо решить что делать потому что дальше может быть уже просто юридическая ответственность достаточно серьезное это те моменты когда воронки денежные вот эти энергетические они настолько развернуты в сторону от человека и от семьи что просто это становится опасным для всех кто в этом доме живет вот то что я объясняю все время на финансах потому что есть законы есть правила если вы все делаете правильно даже если у вас небольшой бюджет вы всегда будете уверены в том что вам на все хватит и вот эти вот денежные воронки их нужно разворачивать к себе есть способы и если вам снятся сны когда у вас буквально рушится потолок на голову из-за того что там течь вот это вот течь означает что вы в опасной финансовой ситуации я помню когда был по-моему кризис в беларуси по-моему беларуси вот когда там доллар буквально за сутки обвалился на я не знаю в три раза он подорожал то есть это был шок конечно для людей вот из тех отчетов сновидений которые присылали тогда я помню что повторяющиеся ситуации в символике когда люди выходят на улице смотрят на свои дома даже на многоэтажные дома а у них везде вот течь течь по всем стенам и вот все дома стоят мокрые и понятно что стены рассыпаются вот тогда действительно многие очень много потеряли личных каких-то своих и денег и сбережений и естественно все что зарабатывали это превратилась просто в пыль и ситуация достаточно долго не могла стабилизироваться вот так что про воду в доме я вам вкратце рассказала я жду ваши вопросы давайте что-нибудь разберем в прямом эфире напишите мне пожалуйста что я вам вкратце Приснилась сестра мужа, с которой мы в ссоре Она часто мне снится, но в этом сне она бросается на меня с топором Ей мешает тюль, она не может попасть, а мне смешно Я увернулась Ну что, это какая-то ситуация Я так думаю, что вы конфликтуетесь друг с другом Либо натянутые какие-то отношения И она действительно испытывает какую-то агрессию Потому что топор это, можно сказать, холодное оружие Нестандартное, но всё-таки Это грубовато Это может выражаться точно так же в жизни В каких-то неприятных высказываниях И не то, что даже неосторожных Когда человек просто может в глаза что-то очень некрасивое говорить И лезть не в свои дела И вот такие нападения, они тоже синхронизированы С её поступками и поведением в жизни Ну, как видите, ей мешают какие-то обстоятельства Вот самовыражаться до конца Поэтому в итоге она вам так ничего и не сделает, что хотела бы Не причинить никакого вреда Ну, просто будет неприятный какой-то момент Ничего особенного в этом с ней нет Я думаю, что отношение такое у неё уже давно Снится телефон Разговор с бывшим Ну и что? А что мне тут разбирать? Что вам снится разговор с бывшим? Да, всё правда Спасибо вам большое На здоровье Я так поняла, что это про сестру мужа Девушка, которая написала Снится разговор с бывшим Вы дайте больше информации Потому что Что мне тут рассказывать? Разговор с бывшим может означать Что у вас будет просто какой-то информационный контакт Либо вы что-то услышите Либо просто как-то перебросите словами Надо больше информации Тогда будет интереснее разгадывать Так, страшное небо с розовым свечением По небу летают огненные шары Я не могу определить, где солнце Очень страшно Пошла домой Думала, что показалось Но нет, такое небо было везде Надя, здравствуйте Вы знаете, что вот всё, что на небе Вы должны понимать Что небо – это всегда нечто внешнее Это то, что приходит извне Оно может прийти к одному человеку Оно может прийти к массам людей Но я так понимаю В этом сне вы только о себе говорите То есть это всё-таки касается вас Огненные шары – это какая-то опасность Эта опасность, она тоже извне Она может быть из социума Она может быть как природное явление Она может быть как экономическое какое-то явление Всё, что хотите Но вот вы ищите солнце То есть вы ждёте, когда обстоятельства Изменятся к лучшему А вокруг только опасность Но я ещё раз вам объясняю Я же вижу вас, вы на сайте давно Потому что я вас уже узнаю по вашей фотографии Что вы испытываете страх Но события нет То есть я смотрю, что вот это вот ощущение Страха, опасности Оно у вас уже давно Я уж не знаю, из-за чего вот так испугаюсь Какие были обстоятельства Внешние обстоятельства действительно какие-то есть Но они вас пока не касаются Здесь не видно, что они касаются вас А вот того проблеска солнца Которого вы ждёте Пока не будет Ну я так понимаю Эта ситуация, которая от вас не зависит Её просто надо переждать Она извне Множество дверей без стен Я выбираю какую купить Но дверь это новая возможность Всегда И вы на стадии выбора этих возможностей И судя по тому, что дверей было много И вы могли что-то выбрать Точно так же в какой-то сейчас ситуации в жизни Вы точно так же можете выбирать Выбор это всегда лучше, чем один вариант Вот сегодня как раз эфир был Всегда лучше, чтобы был выбор Даже если его нет Сделайте так, чтобы он у вас появился Выбор это всегда лучше, чем один вариант А у вас выбор есть Очень хорошо Виктория Мясо к болезни снится Мясо это тяжёлая пища Это некая ситуация, которую будет сложно переварить Смотря какое мясо Ели вы его или на него смотрели Был у него запах или нет Было оно с кровью Либо оно было красивое Однозначно всегда эта ситуация Какая-то сложная для того Кто видит такой сон Особенно если вы ели это мясо Но понимаете как Здесь надо ещё смотреть Кто был Потому что эта ситуация всегда идёт от людей Вот ситуации, которые показаны Через какую-то пищу Это всегда некий обмен Любой обмен между людьми То есть в вашем сне Там должны были быть ещё какие-то персонажи Это может указывать на то Что вы будете неприятности От них какие-то испытывать Но плохо, конечно, есть мясо Которое гнилое Потому что такие сны часто снятся людям Мясо с кровью очень плохо есть Это болезни, которые имеют корень психосоматики То есть когда человек очень сильно расстраивается И я ещё раз возвращаюсь С чего я начала Что он не может переварить Какую-то ситуацию И из-за этого он может заболеть Вот только в этом аспекте Мясо снится к болезни Это не обязательно Такой физиологический аспект Который указывает на болезнь Которая просто там По каким-то другим обстоятельствам Как вирусная Нет, это вот Если будет ситуация и заболеет То только из-за того, что было плохо человеку Он попал в сложную ситуацию Которую не смог переварить Мясо – это тяжёлая пища Вот этот аспект здесь играет роль Значение слева и справа Находясь рядом с человеком Имеет значение, с какой стороны от человека ты стоишь Оно имеет значение Но обычно эта символика Она персональная То есть у вас есть какая-то память Здесь надо сюжет сна разобрать Тогда я смогу объяснить Потому что здесь могут быть разные Допустим, если левая, правая часть человека Либо чего-то Она может указывать на то, что будет Или то, что было Левая будет Правая – то, что было Чаще всего, но не всегда Но очень-очень-очень часто встречается Что вот это левое и правое – это некое положение Которое уже раньше использовали В отношениях с другими людьми Поэтому оно снится Его здесь надо учитывать Поднималась и спускалась в лифте И что? Там еще будет что-то по сюжету Либо где вы это делали Либо какое у вас ощущение было Лифт всегда – это какие-то эмоциональные Вот эти подъемы и спуски Но они всегда обязательно Параллельны какой-то ситуации Вот первопричин надо смотреть В какой ситуации вы оказались Что у вас вот этот подъем и спуск Ну вот Всегда снится, что я поправлю руку От бывшего и других людей С левой стороны соперники Правое – это прошлое Поэтому он бывший Ну то есть понимаете, вы в прошлом Ну, вы уже второй раз пишете Давайте короткие черные волосы Выщипывать на лице Чаще всего Это сны непрямой символики Ну, я раз уж такую тему Вы сами завели Я отвечу Очень часто Вот эти вот все проблемы С волосами женщинам Снятся тогда Когда их беспокоит Их внешний вид То есть то же самое Когда, допустим, они беспокоятся Как выглядит их лицо И им там не все нравится Здесь речь идет о растительности Вот этот сон может к этому присниться Если вас вообще не беспокоило Ваше внешнее обличие Да, в связи с этим Вообще не беспокоило То есть вот не было Это же неприятно Эта эмоция сильно задевает Поэтому оно очень легко сниться Люди идут некоторые В парикмахерскую Им сниться То у них волосы выпадают То им покрасили Спалили Что-нибудь такое Вот понимаете То же самое Как сны про зубы Половина снов про зубы Тоже сделаем, кстати Отдельную тему Потому что она Очень-очень много информации дает Так вот перед тем Как к стоматологу пойти Вот сняться Эти ужасы, кошмары Что там что-то выпадает Что надо что-то ставить Что что-то не получается Это Я еще расскажу Что задели какую-то эмоцию Вот что-то было неприятное Поэтому пошли вот эти сновидения Это сны, которые относятся Ко второй категории Про которую я вам рассказывала Их не надо расшифровывать Особенно даже Можете не обращать внимания Просто знайте Это повторились ваши мысли Вам надо как-то избавиться от них Потому что вам было неприятно Про волосы на лице Это рассказываю Если вас это не беспокоило И вам такое приснилось Практически всегда Женщинам снятся волосы Когда им приходится Ну вот на лице Борода, усы Что-нибудь такое Когда им приходится Мужские вопросы решать Понимаете Потом во сне Просто вот этот момент Осознания происходит Они начинают от них избавляться Но снятся им Именно потому что Вот в этот момент Сна Он предшествовал Ситуации в жизни Когда пришлось решить Вот как мужчине Какой-то вопрос Так Еще что-нибудь Моему отцу приснилось Что он изо рта Вытащил две иглы Что это значит Я вам скажу сейчас Что это значит Иглы во рту Практически всегда Означают Что вот он что-то говорил Да Колкое Колкое В адрес кого-то Но его это потом Беспокоило Вот он сказал А потом расстроился И то что он вытащил Эти иглы Он просто для себя решил Что больше он так делать не будет Он хочет как бы Вот избавиться От того момента Когда Мужчина вообще Очень тяжело Практически никогда Не говорят Что вот извините Я был неправ Но они внутри Все равно Этот момент переживают Им может быть Неприятно И когда Иглы вытаскивают Вот есть целая серия На проекте В отчетах Таких снов Когда люди Выплевывают Иглы килограммами Ну я образно говорю В кавычках Когда От иголок этих Избавляются Это значит Что пришлось поболтать И поболтать Знаете Так позлословить И потом человек сам Просто хочет От этого избавиться И вот он так Выплевывает эти иглы То есть он для себя Решает Что больше так не будет Потому что ему самому Неприятно Наш эфир Подходит к концу Я Прощаюсь с вами Ну Завтра встретимся В такое же время Мне нравятся ваши сны Разгадывать Прямо в прямом эфире Можно все рассказать Что хочешь Поговорить Потому что Когда я в смс Вам отвечаю Это такой Более Урезанный вариант Там Надо ограничиваться И что-то коротко Емко Писать Поэтому Я С вами прощаюсь До завтра Я была рада Всех видеть Мы завтра Встретимся В такое же время Всем пока Ваша Виктория Продолжение следует... Продолжение следует...